Добрый вечер, уважаемые трейдеры! Вы на информационном канале группы компании ИнстаФорекс. С вами я, Екатерина Стихина, и расскажу вам о том, как началась сегодняшняя американская сессия. Доллар США завершает торговую неделю на двухнедельном максимуме. Несмотря на то, что сохраняются риски неопределенности в торговом конфликте между США и Китаем, трейдеры все равно покупают доллар. График индекса доллара США поднялся к отметке 97,90 благодаря публикации позитивной статистики. Многие инвесторы ждут признаков рецессии ввиду того самого торгового противостояния с Китаем, и поэтому любой позитив статистики воспринимается с особым, так скажем, смакованием. Сегодня поводом для оптимизма стал отчет от экспертов Мичиганского университета. Согласно опубликованной информации, индекс настроения потребителей в США в мае месяце по предварительным расчетам поднялся до самого высокого значения с января 2004 года до отметки 102,4 пункта. А между тем стоит напомнить, что именно потребительские расходы формируют большую часть ВВП США. Вот почему на рынке столь внимательны к данным по потребительским настроениям. На этом фоне доллар смог развить ралли по отношению к канадской валюте. Котировка USDCAD поднялась к отметке 1,3500, но вырваться выше не удалось. Все-таки канадский доллар также силен благодаря дорогой нефти. И долгожданное событие на криптовалютном рынке. Котировка биткоина после семи недель роста вошла в стадию нисходящей коррекции. График самой популярной цифровой валюты сегодня опустился более чем на 10%. Еще во вторник за один биткоин давали чуть более 8300 долларов, но сегодня некоторые крупные игроки решили зафиксировать прибыль, в результате чего график опустился к уровню 7240 долларов. Дальнейшая динамика зависит от того, как поступят остальные участники рынка. На этом у нас сегодня все. Мы желаем вам хороших выходных и ждем вас на нашем канале уже в понедельник. До встречи!